Добрый вечер, на этой неделе мы читаем главу Пикудэй, исчисление. Конечно, все мы сегодня заняты вопросом войны между Россией и Украиной, конечно, надо молиться, надо молиться, читать псалмы. Самое лучшее, что может быть у евреев, читать псалмы, чтобы прекратилась эта война. Каждый день в Толдот-Ешурун, Рафи Бензон Зильбер читают псалмы. Я могу сказать вам, что каждый может читать псалмы 121, 130 и 142 для того, чтобы прекратилась эта война, иметь в виду и для того, чтобы люди остались живых. 121 это Кув Кав Алеф, 130 это Кув Ламет и 142 это Кув Мем Бет. 121, 130 и 142, Кув Кав Алеф, Кув Ламет и Кув Мем Бет. Ну и, конечно, наши молитвы, чтобы были бы опрощены к Всевышнему, чтобы закончилась это так называемая военная операция, короткая война. Итак, вот исчисление относительно Скинии, Мишкана, передвижного храма. На самом деле, говорится в Торе, в этой главе, что после того, как евреи получили указание построить Мишкан, передвижной храм в пустыне, я буду назвать это далее Мишкан просто, словом одним, и об этом рассказывает глава Тецавей Турма, Китеса рассказывает в основном о грехе Золотого Тельца. И снова главы Гелепи Кудей в основном рассказывают о том, как евреи исполнили этот приказ Мушарабейну, как приходили люди, как люди ткали, хотя на самом деле евреи, которые вышли из Египта, это были люди, которые не умели исполнять работы по золоту, по серебру, по меди, ткать. Они строили в Египте, когда они жили, они строили пирамиды для египтян. Но, тем не менее, нет ничего, что стоит перед желанием человека. Если человек хочет Всевышний посылать ему благословение, и он строит даже Мишкан, даже передвижной храм. Слова Пикудей начинается с такого предложения. И вот исчисление Мишкана, Мишкана свидетельства. Говорят наши мудрецы, что два раза повторяется слово Мишкан. Это намек на количество лет, которые простояли два храма в еврейском народе, которые были увеличены копией Мишкана на храмовой горе. Первый храм, который построил царь Шламу, простоял 410 лет. Второй храм простоял 420 лет. Так вот, гематрия слова Мишкан 410, Амишкан 415, плюс пять букв, которые составляют это слово, 420. Итак, первый храм простоял 410 лет, второй храм простоял 420 лет. А как же сам Мишкан? Сам Мишкан – передвижной храм 23-го адара. 23-го адара Муша Абейну начал его собирать и разбирать. Семь дней он его собирал и разбирал. И на восьмой день есть глава, которая в книге Ваикра называется Шмени. Кстати, Пикуда, это последняя глава книги Шмот, второй книги Моисеева Пятикнижа. Со следующей главы начинается уже книга Ваикра и Возвал. Так вот, за 70 дней после того, как Муша Абейну спустился с горы Синай, Ем-Кипур, и когда сообщил еврейскому народу, что Всевышний простил грех евреев, грех святого Тельца, за 70 дней детали Мишкана были сделаны. 23-й день месяца адар Всевышний велел, чтобы ворону его сыновья 7 дней готовились к службе. В течение этих 7 дней ежедневно приносились жертвы, ежедневно приносили жертвы Богу. И Муша выступал в роли Коэна, причем он совершал службу как Коэн, это было прямое указание Всевышнего. Он должен был всем эти дни собирать Мишкан, носить туда сосуды Мишкана, как чайгавета, стол жертвовники Минулу, потом приносить жертвы, зажигать Минулу, совершать воскурение на жертвовнике, потом разбирать Мишкан, чтобы собрать его снова. На восьмой день прошлого дня Муша собрал Мишкан уже навсегда, то есть до следующего перехода в пустыню. И в этот день к священнослужению приступил Арон. Зачем надо было 7 дней собирать и разбирать Мишкан? Что это значит? Объясняет рабе Мордехай Алтер, мурский раб. Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем он находился в Гиргале 14 лет, название мест. Потом его внесли в город Шилу, там он простоял 369 лет. После этого его перенесли в город Нов, там он простоял 13 лет, и затем он простоял в Гивоне 44 года. Так вот, всего 7 раз еврейский народ устанавливал Мишкан, который потом был разобран, как и в 7 дней, которые Муша Рабейну разбирал и собирал Мишкан. В первый день месяца Ходеша, в первый день месяца Ниссан, Муша Рабейну собрал Мишкан и больше уже не разбирал его. Кто же будет с третьим храмом? Он останется навечно. И так говорит пророк Ихискель, «Узнают народы, что я Бог, Господь, Бог освящающий Израиль, тем, что будет мой храм среди них навечно». Но пока ты этот храм не построил, мы, евреи, можем исполнять митцву постройки Мишкана. Во-первых, мы ее исполняем строя, как написано в Торе, «Вя сули мигдаш, вешаханты бетухам». Как написано в Торе, «Сделайте мне храм, и я буду... Моя шхина, мое присутствие будет среди вас», так говорит Бог. Во-первых, мы можем исполнить эту митцву, эту заповедь, строя Мишкан у себя в душе, очищая себя. Во-вторых, когда мы строим синагоги и дома учения, то этим мы тоже исполняем митцву. Как известно, синагога и дом учения называется маленьким храмом. Поэтому в синагогах, в бетметрашах надо вести себя особенно четко, не разговаривать о будничных вещах, разговаривать только о святости, потому что это маленький храм. Мошер Абейну отдает отчет в этой главе Пекудей за все золото, серебро, за все вещи, которые он собрал, сколько всего было собрано, на что было потрачено. Почему Мошер Абейну, про которого Всевышний говорит, доколь бей ты на имангу, во всем моем доме он самый верный, почему он должен давать отчет? Во-первых, можно сказать, что человек должен быть чистым в глазах Бога и людей. Во-вторых, было такое, что кто просил от Мошера Абейну? Он говорит, мне даже так, услышал Мошера Абейну, что насмешники разговаривают, насмешники на ицаним, это такое слово есть ужасное, насмешники, люди, которым все смешно, у которых нет ничего святого. Так, что они говорили, эти насмешники? Раби Йоханам сказал, они говорили так, Ашрей и Лато, счастлива мать, которая его родила. Ну, разве это насмешник, который говорит, счастлива мать, которая его родила? Почему Раби Йоханам называет их насмешниками? Разве это насмешничество? Разве есть больше хвала, чем сказать, счастлива мать, которая его родила? Или, не дай Бог, наоборот, если про злодея говорят, про Гитлера и Махшмон Зихро, что проклинают груди, которые его вскормили, то есть, наоборот, счастлива мать, которая его родила, можно сказать, большую хвалу, но обычно так бывает у насмешников, что они начинают говорить, о, какой-то большой праведник, какой-то большой цады, какой-то большой человек. Вначале они говорят очень важные такие вещи о больших людях, о праведности. Но в итоге они начинают говорить «Абаль», «Но». И это уже рецанут, это уже начинается насмешничество. Начали говорить, ну, счастлива мать Машара Бейна, которая его родила. Почему? Вся его семья устроена, все устроены. Машара Бейна устроил Парнасу и Арону, его детям. Бен Салель Бен Ури, который строил храм, сын Ури, сын Хура, он тоже относится к Мириам. Правда, к Мириам. Вся семья устроена хорошо. Счастлива мать, которая их родила. И продолжает Медраж, что Раф Хамас сказал, стали говорить «Посмотрите на его шею». «Посмотрите на шею», когда Машара Бейна проходил. Они говорили «Посмотрите на его шею сзади. Какая вскормленная шея». Ну, разве может быть так, что он собирал на мешкан и ничего не оставил себе? Может быть так, что ничего не прилипло? Понятно, что что-то прилипло. Или золото немножко, или серебро. Понятно, что что-то прилипло. Понятно, почему у него такая шея? Это очень непонятно вообще. Почему? Потому что какая может быть шея в пустыне? Какая может быть шея в пустыне у Машара Бейна? Там кушали ман, и было точно одинаково у всех. Одно и то же количество. Машара Бейна, как и все, кушал ман. Зачем ему нужны были деньги в пустыне? Зачем ему нужно было золото в пустыне? Что он мог там купить? Что он мог там заказать в ресторане? Там были рестораны. Но это сила насмешничества. Они не думают о том, что они говорят. Но при этом яд заходит глубоко. При этом яд заходит глубоко. То есть главное, чтобы насмешничать. Главное, чтобы посмеяться. И никто не спрашивал Машара Бейнудын вахашбон. Никто не спрашивал у него, чтобы он дал отчет. Никто не просил его. Но понятно, что если Машара Бейнуд услышал такие речи, то понятно, что он решил стать чистыми в глазах людей. Поэтому глава Пикудей рассказывает о том, что сколько всего было дано еврейскому народу на Мишканес и куда это все пошло. Ну, понятно, что этим золотом, которое было у евреев, с одной стороны можно этим золотом построить Мишкант, с другой стороны можно сделать тельца золотого. Так Всевышний создал этот материальный мир. Или ты освещаешь материю, поднимаешься вместе с ней. Или ты опускаешься очень глубоко с этой материи вниз. Один раз сидели ученики у Рафштеймана за хронот и учили с ним Гемару, которая рассказывала про Бениамина отца Дека, который окончил из Дака и который все-таки дал из своего, чтобы женщина и семеро ее детей не умерли. И когда он заболел, не умер от голода. Когда он заболел, то добавили ему 22 года жизни с небес. Я слышу подобную историю, хасидскую историю, которую рассказывают один хасидский рэбе. как-то был в одном местечке. В этом местечке жил один габайт Дака. Что такое габайт Дака? Это тот, который собирает Даку на бедных. Вот он вдруг почувствовал, как цадык, у него есть особая интуиция, особая чутье, рула, кодыш, можно сказать, чувствовал, что есть запах Ганеда, но запах рая в этом доме. И он как бы пошел по запаху, открыл шкаф, просил открыть на шкаф, увидел там ряс священника, очень удивился, почему от этой ряс исходил запах рая. Он попросил этого человека рассказать историю, которая связана с этой рясой. Тот человек, которого был габайт Дака, рассказал ему, что один раз у него была такая ситуация, вы знаете, были, вот сейчас беженцы с Украины прибывают в Польшу, им дают политическое убежище Англии, Швейцарии, даже некоторые начинают думать, что неплохо быть беженцами из Украины, не дай бог. Так вот, раньше евреи так называемые погорельцы, если в местечке горели дома, дома были деревянные, то горело все местечко обычно, люди теряли все, никакая ни Англия, ни Франция, ни Швейцария не давали никакого политического убежища, ходили по дорогам, ходили в разные местечки, еврейские собирали дадаку, и вот у этого габайт дадака, один раз у него кончилось дадака, у него не было возможности помочь этим людям, которые пришли к нему, а это была мамаш, ситуация пиквахная пешопасности для жизни, потому что эти люди, буквально у них не было ничего, они могли умереть от голода. Тогда он понял, что он больше не может пойти к боязненным людям в свое местечко, он уже просил у них все, что только можно было, и больше того, чем можно было. Тогда он вспомнил этот габай, что в кабаке, в местном кабаке собираются некоторые молодые евреи, которые сбросили с себя Игорь Небесного Царства, там собираются, едят, пьют, играют в карты. Тогда он решил пойти в эту таверну, кабак, наверное, не очень хорошо звучит, в эту таверну, и про них святить у них этот закуп. Может быть, они жалятся, может быть, еврейское сердце будет милосердным. Он пошел в эту таверну и действительно увидел там молодых евреев без кип, без всего, которые пили, пропивали, играли в карты, были пьяны. И он попросил у них сдаку на бедных погорельцев. Они ему сказали этому габаю так. Они были в хорошем настроении, выпивши. Они ему сказали так. Сейчас здесь сидит священник, он пропил свою рясу. Это ряса наша теперь. Вот если ты габай, уважаемый человек в еврейском местечке, оденешь эту рясу, это было зимой, пойдешь по улицам, а мы будем в тебя кидать снежки и забавляться и кричать всякие, и кричать всякую ругань. Если пойдешь так по местечку, евреи будут тебя обидеть, мы тебе дадим деньги на этих погорельцев. Недолго раз думал этот габая делать эту рясу. Пошел по местечку и они в него кидали снежки, смеялись, издевались, он шел в этой рясе. Действительно ему потом дали деньги на этих погорельцев. И когда цадык, когда цадык прибыл в его дом, праведник, это был кто-то из российских рэбэ, он понял, что в этой рясе, то, что шел этот габой в этой рясе, это сделало рясу эту типа священной, что ли. Тогда он сказал, что он советует этому еврею, чтобы когда он умер через какое-то количество лет, большое количество лет, то 120 его похоронили в этой рясе. Надо сказать, что когда переносили кладбище с места на место, то увидели, что человек, который был похоронен в рясе, еврея. Это было очень удивительно на самом деле, потому что кто евреев хоронит в рясе. Только старики помнили подобную историю. вот та часть тела, которая находилась под рясой, она не была изъедена червя. Знаете, у меня была похожая история личная. Конечно, это не была никая ряса, но я вам расскажу сейчас, что у меня была личная история на эту тему. мне один из богатых людей пообещал дать деньги на строительство МИКВ в Побелесе. И когда я пришел к нему в офис в Тель-Авиве, он сказал, у меня день рождения, поехали. Ну, день рождения, хорошо, поехали. Мы приехали в Тель-Авиве, ресторан на море, зашли в него, я даже не мог подозревать, что ресторан не кошерный. Тут я что-то заметил, что нет кошрута, нет надписи кошрута. Я позвал официантку, спросил у нее кошерный ресторан. Она сказала, что у нас экшра нет, у нас нет кошрута, у нас все кошерный. А экшра у нас нет только потому, что мы работаем в шаббат. Если ресторан работает в шаббат, то с ним все понятно. Я понял, что ресторан не кошерный. Что мне было делать? Я вышел из ресторана. Я вышел из ресторана и позвонил жене. Они там сидят, кушают, пьют. Я говорю своей жене двора. Я не знаю, что мне делать. Я приехал к этому человеку получить ему деньги на миг. У него день рождения он меня взял в ресторан. Что я буду здесь делать? Что я буду просто сидеть на солнце? Говорит мне моя умница праведница жена говорит так. Нет, ты должен зайти и сделать ему тохаху назидание. Может он не знает, что ресторан не кашин? Хорошо. Как хороший еврейский муж я вернулся в ресторан. Подошел к этому человеку и сказал ему на ухо. «Послушай, знаешь, ресторан что? ресторан не кошерный». Он посмотрел на меня как будто я свалился с луны и сказал мне «Кто тебя просит здесь кушать? садись, пей за мое здоровье. Можешь не кушать». Я решил, что все равно находиться в ресторане дальше не имеет смысла и нельзя, потому что могут люди пройти из такое понятие «Хиллашем» воскренение имени вседышнего. Когда увидят религиозного человека, который сидит в некошеном ресторане, во-первых, могут подумать про меня плохо, что я там кушаю, во-вторых, могут решить, что ресторан кушарный раз там я сижу. Поэтому я вышел из ресторана и стал слушать лекции, закрывал глаза, потому что думал, что проходят не совсем кушарно одетые женщины. Слушал лекции по Торе, по МП, три тогда было у меня. Потом я решил, что если я буду сидеть с закрытыми глазами, они могут уйти, я не замечу. Я открывал глаза, закрывал глаза, открывал глаза. В итоге, когда они вышли, через часа полтора, он мне сказал, «Ва, где ты был? Мы тебя искали, пили за твое здоровье». Ну, я сказал, что я здесь был неподалеку. Мы вернулись в офис, я получил деньги на миг. Так что мое сидение не пропало даром. Вообще каждый знает, что для того, чтобы приобрести самое важное у Всевышнего, нужно иметь скромность, нужно отдавать почет каждому человеку. Говорят, что написано, что Рабь Йохан Мензакай был глава 400 равенских судов Мерушилая. Не было человека в мире, который больше не узнал Тору. Он был Рош Сан-Индрин, он был глава Сан-Индрина еврейского суда. Главное, он узнал все. Узнал все, что есть в этом мире. Но когда хотели похвалить его наши Раббаним, что они сказали про него? Какой шевах они ему сказали? Ну, они сказали, что он был глава 400 судов. Они сказали, что не было вещей в мире, которые он не знал. Нет. Они сказали, что не было ни одного человека, в том числе и еврея, который успевал первым сказать шелом. То есть он первым всегда здоровался. Кто бы это ни был. человек первым здоровается, он этим показывает, как он уважает второго. Что он осматривает другого человека как образ Божий, как образ Божий, который он встретил. И какой есть кого-то почет встретить образ Божий перед собой. И когда он так себя ведет, то он этим делает не только кого-то, он делает кого-то людям, почет людям, он делает почет Всевышнему. Ведь Всевышний создал одного человека только вначале, чтобы каждый человек мог сказать весь мир создан только для меня. Поэтому понятно, что когда человеку отдают кого-то, дают кого-то почет образу Божьему, который в нем. рассказывает нам Танах, что первым еврейским царем был царь Шауль. Известно, что у него были сложные отношения со своим зятем царем Давида, будущим царем Израиля, царем Давида. И вот Йонатан, который был его сын, в то же время был другом, царя Давида. Как-то они сидели за столом и спросил Шауль и задал такой вопрос, почему не приходит Бен и Шай ни вчера, ни позавчера кушать хлеб с нами. Бен и Шай он не назвал Давида по имени. Вообще у русских, когда человека называют по отчеству, это кого-то, это уважение, Петрович, Иванович, Кузьмич. В евреях если человека не называют по имени, то это его по зову. Если его назвать только по имени отца и произносят его имя. Спрашивает, говорит, Раби Шамелка из Никольсбурга. Он сказал так, почему не приходит Бен и Шай? Ну, кто называется еще Бен и Шай? Машиах? Говорю, Раби из Никольсбурга, сын Ишая, почему не приходит Машиах? Потому что Машиах происходит от царя Давида. Так вот, почему мы находимся в Галуте и не видим конца? Когда в последний раз мы молились в Бен и Шай? Мы каждый день, особенно когда молимся Твилу Амиду, когда молимся молитву Амиду, особая величинас, особая кавана у нас, когда мы произносим Шмаку Лейну, услышь наш голос. Но когда мы на самом деле плачем о Галуте, с какой каваной мы произносим, с каким устремлением мы произносим Боней Рушилайм, с какой каваной с каким устремлением мы произносим от смеха Ишуам, от смеха Кирни Шуам, то есть Брахот, Богословение, которые говорят о приходе Машиаха. Почему не приходит до сих пор Бен Ишай? Потому что так сказал царь Шауль в тот момент Ионатан понял, что он плохо относится к царю Галиту. Понятно, что он хочет его убить, тем более, что Ионатан что-то возразил Шауль, тот просто впал в ярость. Почему они приходят? Потому что мы заняты только хлебом. Мы заняты только нашим хлебом насущным. Мы молимся по Барнасе, Барахалейну, Дашин Азот, Кагасави наш год, значит, пошли нам выздоровления. Мы недостаточно молимся у о приходе машинах. Вряд, что как-то раз один человек был пьяный, и он решил поехать на машину. Он с трудом забрался в машину, он пристегнулся ремнем, взял машину, начал ехать, и тут его ловят полицейские. Ну, пожалуйста, ваше решение говорит ему, значит, решение на вождение, права, говорит ему полицейский. Вытаскивает вместо этого 200 рублей, это старые еще рубли, дает ее, дает ее 200 рублей вместо прав дает полицейскому. Берет полицейский эти деньги, говорит ему, езжай. он продолжает ехать, через 100 метров снова стоит полицейский. Другое. Ваши права. 50-200 шекелей. В этот раз снова полицейский берет эти деньги, продолжает свое движение. Через 100 метров его останавливает еще раз полицейский. Что-то хочешь, спрашивает его пьяный. Говорит ему, прямо, полицейский. я хочу 500 шекелей. 500 шекелей, 500 рублей. Ты недостаточно того, что ты не делаешь твою работу, ты берешь взятки, ты еще берешь два с половиной раза больше, чем твои друзья. Поэтому полицейский. Глупец. Пойми, я тебе делаю доброе дело. если ты мне дашь сейчас 500 рублей, я покажу тебе, как выезжают с этой площади. Ты не должен мне каждый раз платить за каждый круг. Еще 200. Мы хотим выйти из площади, которая называется Хурбан, которая называется разрушение храма. Как выходит оттуда? Только если мы будем молиться об этом с кованой состремлением, говорить всевышний нам, кричите, плачьте, просите, умоляйте. Тогда всевышний нам поможет, тогда всевышний нас спасет. Мы достаточно его просим. Сказываю, что в Ишифе Раби Хаме заложено был один ученик, очень богобоязненный. И один раз он заболел и должен был поехать вне города, чтобы должен был уехать из города попасть к врачам. По дороге к нему присоединился еще один парень, и они заночевали в одной гостинице в пустелом дворе. На следующее утро они заплатили хозяйке этого пустелого двора за трапезу и ночевку. У этого ученика, который был богобоязненный, который я попал к врачам, мне не хватило семь копеек, чтобы полностью оплатить то, что он должен был. Он пообещал хозяйке, что он пошлет ей деньги, когда он приедет туда, куда должен приехать. И так он сделал. Поехал в большой город, он попросил у своего друга, чтобы когда тот возвращался назад, в Ишиву, он бы заехал к этой хозяйке и вернул бы семь копеек. Этот парень обещал ему, что он исполнит это поручение. между делом пришло сообщение, что этот ученик богобоязвенный, который поехал к врачу, он умер, не дай бог. Через неделю после его смерти Абихаймин заложен он был в Ишиве, он ходил по Ишиве ночью проверить, все ли в порядке. Когда он шел по коридору, он вдруг увидел ученика, который скончался неделю назад. Подошел Абихайм к нему, к ученику и спросил его, что он делает в этом мире. Ответил ему парень, что после его смерти, когда он пришел в небесный суд, понятно, что он был абсолютно без грехов и понятно, что его тут же отправили в рай. Но когда он хотел зайти в рай, его остановил ангел, который был ответственен за вход в рай и не давал ему заходить в рай, потому что уверял, что он не исполнил в мире своего предназначения. Он остался должен семь копеек хозяйки. Из-за того, что он не заплатил, он не может его впустить в рай. Тогда этот парень вернулся на небесный суд и сказал, что он поручил своему другу заплатить эти семь копеек. Ему сказали, что видимо твой друг забыл исполнить то, что ты его попросил. Сказал парень, если он забыл, то чем я виноват? Ведь это я свою обязанность выполнил, я передал ему, чтобы он отдал этой женщине деньги. Бейдин небесный суд принял его претензии. Ему разрешили вернуться в этот мир и поехать в Вишиву Воложен, пойти в Вишиву Воложен и поехать вернуться в этот мир в Вишиву Воложен и попросить у раба, чтобы вернули этой хозяйке, поставила двора семь копеек. После того, как глава Вишива Рафхайм пообещал тому парню, что он исполнит его шлихут и что он даст эти семь копеек хозяйке, он сказал ему, ну, иди отдыхай, он сказал этому парню. В тот момент парень исчез. Эта история нас учит, насколько важно человеку ни кому не оставаться в долгу в этом мире. И даже если человек сомневается, что он должен кому-то возвратить, надо дать этому человеку деньги, чтобы это не было препятствием, ведь даже один такой грех, когда человек остается должен кому-то в этом мире, может не позволить ему зайти в рай. Высказываю такую историю также. как-то я сидел в шаббат после утренней слубы, после утренней траббезы в шаббат, потому что было очень приятное утро, приятная погода, я решил открыть окна. У меня окна с решетками и есть у меня окна с решетками, есть у меня окна без решеток, даже есть у меня такое окно, что двойное, что только половина его, только на половине его есть на двойном окне решетка от насекома. Ну, в то время, когда мы пели шаббатные песни, в решетку пролезла пчелка. Значит, она нас и пугала, и детей не пугала, потому что все ее желание было выйти. И все ее желание было выйти, то есть вылететь точно так же, как она залетела. Проблема была в том, что она хотела вылететь через решетку. Она не уставала, она все время летала, жужжала, делала круги, но хотела выйти через решетку. Если бы эта несчастная знала, что через буквально два сантиметра от нее кончается решетка, и все было бы открыто перед ней, она бы так мучилась. Но в целый шаббат я увидел ее еще стоящей на решетке. Она проверяла дырочки, нет ли каких-то дырочек, которые она может вылететь. Но через некоторое время уже она сдохла. И поэтому я решил, почему я, говорит Раф, почему я решил потратить ваше время на то, чтобы рассказать про пчелку, которая не могла вылететь. Потому что мы не лучше этой пчелки. Мы не меньше ошибаемся. Сколько раз мы ищем спасение и находим его. Каждый из нас знает. Написано у нас, у пророков написано. Что спасение Бога, оно приходит, как глазом не успеешь моргнуть. И оно приходит из места, которое обычно не ждешь от него. Этого спасения, из этого места. Сколько раз человек хочет что-то, чего-то желает, чему-то стремится. Может перевернуть весь мир. Поднимается, опускается, делает круги. То есть он отчаивается или в конце концов он считает, что он не может этого достичь. Когда спасение у нас на самом деле находится совсем рядом. Только еще одна молитва, только еще одна цдака, только еще одно доброе дело. И он бы исполнил то, что он хотел. Его бы желания исполнились. Муша-Рабейну молился 514 молитв. Байт-Ханан. И 515. Всевышний ему сказал, еще одна молитва, хватит. Если ты помолишься еще одну молитву, я буду обязан тебе ответить. Но это будет хуже для евреев. Мы видим, что если бы Муша-Рабейну помолился еще раз, он сознательно больше не помолился. Если он помолился бы еще одну молитву, то его желание бы исполнилось. Мы только должны открыть наши сердца и наши мозги. И тогда Всевышний откроет нам ворота. Тогда мы зайдем туда, куда мы хотели зайти. Только одна молитва. Только одно доброе дело. Только еще одна цдака. В то же время иногда человек чувствует что-то выше его сил. В этой главе мы находим, что не может быть такого, чтобы что-то выше твоих сил, выше силы в игре. Если человек ставит себе определенную задачу, то нет ничего выше его сил. Знаете, как было практически нечеловеческих усилий, стоило Муша-Рабейну собирать и разбирать мешкан. Потому что эти, они были сделаны из дерева шитим, мешкан, стенки мешкан. Еще были покрыты золотом. Был огромный вес. В то же время как бы Всевышний говорит, ты делай свое, я буду делать свое. Когда у человека, например, есть какая-то ситуация, когда у него опасность для жизни, или когда у него какая-то сложная ситуация жизненная, то в нем просыпаются силы, о которых он и не думал. Эти силы в нем были, просто их надо было разбудить. Написано, и сказал Муше, и написано, и увидел Муше всю работу, которую евреи сделали. Видел он всю работу, и вот и сделали ее. Как заповедовал Всевышний, так сделали. И благословил их Муше. Мы видим, что два раза в этом предложении написано, два раза написано, ине асуота, и вот сделали ее. Как шерцевая шемкина асу, как заповедовал Всевышний, так сделали. Зачем написано два раза? Понятно, что в Торе нет ни одного лишнего слова. Кстати, там Бан задает вопрос, почему Тора, которая очень скупа нам, например, законы запрета мясного с молочным, на которой написаны целые книги Шурхана Руха огромные, много страниц Шурхана Руха, они строятся из трех пасуков, из трех предложений Торе, не вари козленка в молоке его матери. Почему в то же время законы Мишкана повторяются так в нескольких главах? Понятно, что надо сказать, что Муша получил приказ, и что евреи сделали. Понятно, что это особой любви Всевышнего к этому, потому что Рамхаль говорит, что главная суть создания этого мира в том, что Бог хочет, чтобы мы сделали Ему в этом мире жилище. Поэтому Мишкан – это суть, это цель, для которой был создан мир. Что когда мы делаем Всевышнему жилище в нижних мирах, в этом мире, в самом таком, одном из самых низких миров, то этим мы исполняем то, ради чего Всевышний создал мир. Поэтому Тора подробно рассказывает нам об этом. Но все-таки, зачем написано в этом предложении «так сделали»? Этот мир каббалисты называют «Ла Массия». Этот мир называют «Мир делания». Этот мир, он очень материальный. Но в то же время в силах человека превратить в этом мире материальную вещь в духовную. Давайте приведем примеры. Человек, у которого есть балки, когда наступает праздник суккот, он строит из них сукку. Он строит стенки сухие, он строит ксхах, покрытие суки. И когда человек это делает, то от 15 тыши, от 21 тыши, в день праздника суккот, попадает святость на эту сукку. Поэтому если человек хочет, например, из этой балки, которую в обычный день, он может взять из нее, оторвать кусочек дерева, использовать его в качестве зубочистки, то суккот он этого делать не может, потому что вся сука превращается в кодаж святое. Запрещено человеку иметь от этого пользу. То есть явные такие материальные вещи, как стенки суки, как схах, как покрытие суки, их можно сделать духовными. Человек, который вешает плоды в суки, это украшения, не может их есть весь праздник суккот, потому что если он повесил их для украшения митцвы, для украшения суки, они превратились в кодаж, их запрещено есть, их можно есть только после окончания праздника. Человек, который пользуется своим столом в течение многих лет, вдруг в один день он решил, что этот стол будет посвящен храму. С этих пор он не может есть на этим столом. Этот стол превратился в кодаж, в святое. Из этих примеров мы видим, что человек может превратить обычную материальную вещь в духовную вещь. Написано у царя Штмо в Мишле, «Во всех двоих дорогах познавай Бога». То есть человек, который думает на какую-то материальную вещь, хочет ее превратить в духовную, например, человек, который ест для того, чтобы у него были силы служить Богу, так он превращает еду в духовную вещь. Рассказывается про Ханоха, что написано, что Тори про Ханоха, что он был царем, что он был праведник, ходил перед Богом, и нет его, потому что взял его Бог. Взял его Бог. Про него что значит взял его Бог? Взял его Бог живым на небо. Настолько он был праведник. В чем же была его праведность? Он был сапожником. Каждый раз, когда он делал, когда он сшил туфли, и каждое движение он делал во имя Бога. Он делал, чтобы люди ходили в этих туфлях, и чтобы они получали удовольствие. Знаете, точно так же, если у нас есть, например, человек может быть водителем такси, и он заботится о том, чтобы его пассажиру было удобно. Он не курит в такси своем. Он не делает так, чтобы пассажиру не было бы неприятно сидеть в его такси. Он обслуживает его, он относится к нему довосердечно, он здоровается с ним. Он этим служит, он этим превращает в свое такси, в маленький мешкан. То есть он делает из материальной вещи, духовную. И поэтому все зависит от кабаны человека, от стремления человека. Поэтому он может зарабатывать деньги. Это никому не воспрещается. Один может зарабатывать деньги. Это не будет считаться ему митцвы. Другой может зарабатывать деньги. Но в любой должности, в любой профессии, в любом деле, это будет засчитываться ему как митцва, будет засчитываться, что вся его жизнь – это один сплошной кидурашем, одно сплошное освящение имени Господа. Так давайте делать это побольше, что освящать имя Всевышнего на земле, в нашей жизни. Слава Богу, сейчас не то время, когда смертью надо освящать имя Всевышнего. Слава Богу, никто не заставляет нас отдавать своей жизни за то, хотя мы должны быть готовы и к этому. Так давайте своей жизнью, то, что хочет нас Всевышний, освящать его имя, брать пример с таких людей, как Раби Йоханн Бен Закай, который уважал каждого человека, который… Не было человеку, который бы опередил его, сказав ему в шалом. для того, чтобы говорили, вот этот человек, который делает так, что Богу дается жилище в этом мире. И это то, чего хочет от нас Всевышний. Спасибо большое. Через несколько минут я продолжу свой урок по книге Рапазеля Таубера «Сущность еврея». На этом я прощаюсь с вами сегодня. с теми, кто слушал книги мою главу. Спасибо вам большое. Счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok